Здравствуйте, следующий урок — создание собственных компонентов. На шаблоне главной страницы у нас есть вывод информации из каталога товаров. Вот в этом блоке будут выводиться случайным образом товары. В данном случае это товары, принадлежащие категории новинки, акции, хиты, продаж. Нам необходимо добавить свойства, которые будут отличать эти товары от других товаров. В данном случае это свойства привязки к новинкам, акциям и хитам продаж. Необходимо также сделать компонент, который будет выводить случайным образом один товар с удобными настройками. Настройкой в данном случае будут элементы с каким свойством необходимо показывать в данном месте. Давайте создадим свойства у элементов в инфоблоке «Продукция». Свойства спецпредложения. Это свойство у нас будет в виде галочки. Выбираем тип список. Символник код. И в настройках свойства выберем здесь внешний вид в виде флажка. То же самое сделаем для остальных свойств. То, что выделили свойства у нас будет некоторых тем, что у них нет. Сохраним, и давайте теперь добавим эти свойства к некоторым товарам. Давайте сделаем вывод этих свойств в настройках формы и привяжем два элемента к каждому из свойств. Итак, мы привязали элементы. Теперь давайте создадим свой namespace и скопируем туда компонент. Для начала выберем, какой компонент использовать. Давайте посмотрим, какие есть стандартные компоненты в информационных блоках. Здесь есть компонент случайное фото, фоторандом, служит для показа произвольной фотографии. Отбирает элементы инфолока случайным образом, что решает часть нашей задачи. Давайте разместим компонент на тестовой странице. Настроим его на вывод элементов из инфоблока «Продукция» и проверим его работу. Итак, давайте возьмем этот компонент за основу, скопируем его в свой namespace и будем дорабатывать. Раздел «Bitrix Components». Каталог «Компонент фото рандом». Скопируем его и разместим в своем namespace. У нас уже есть namespace «MyComponents». Разместим его там. Для начала давайте отредактируем файл description.php. Изменим фразу в ланговых файлах. Переименуем наименование компонента. Будет лежать в разделе «Расширение каталога». Переименуем раздел в каталог X. И заменим фразы в директории «n». Давайте откроем в визуальном редакторе. Теперь посмотрим. Обновим данные. Раздел «Расширение каталога». Компонент «Случайный элемент». А теперь давайте перейдем к файлу параметров. Параметр «PHP». Итак, мы видим массив параметров. Стоит обратить внимание на массив, на параметры iBlocks. Он множественный. Здесь передается массив ID инфоблоков. Давайте посмотрим в визуальном редакторе. Вот это свойство. Здесь мы можем выбирать несколько инфоблоков. Нам это не подходит. Мы здесь оставим выбор одного инфоблока. Остальные параметры нас устраивают. Обратим внимание на свойства тип кэширования. Напрямую у нас это свойство в файле параметров «PHP» не подключается. Давайте посмотрим. Это свойство подключается автоматически с подключением кэштайм. Итак, давайте изменим свойства iBlocks и сделаем возможность выбора одного инфоблока. Переименуем его в iBlockID. Берем множественность и оставим входящий массив, в котором лежит список инфоблоков. Также давайте добавим новые свойства. В этом свойстве будет храниться свойство текущего инфоблока. Переименуем его, назовем iBlocksProb. Тип у нас список. И давайте передавать сюда массив. Массив будем формировать с помощью метода, который возвратит нам список свойств инфоблока. Это метод CI-блок PropertyGetList. Давайте посмотрим в документации. Возвращаем список свойств по фильтру, отсортированный в порядке order. Соответственно, он принимает два параметра — это массив для сортировки и сам фильтр. Давайте скопируем пример вызова. Разместим в файле параметров. В массиве фильтра нам нужно передать ID инфоблока. В данном случае ID инфоблока будет храниться в массиве rCurentValues. И здесь передается параметр iBlockID. И давайте создадим массив, в котором будут храниться свойства инфоблока. Ключами массива будут ID свойств. И значения будут, например, складываться из символного кода свойства и имени свойства. Таким образом. Итак, давайте проверим работоспособность этого кода в публичной части, разместим его в тестовом файле. Создадим какой-нибудь еще тестовый файл. Продолжение следует... Сюда нужно будет передать ID инфоблока. Давайте посмотрим, какой используется ID. В данном случае это инфоблок «Продукция», а ID 2. И сделаем дамп массива. Также не забудем подключить модуль инфоблок. Посмотрим. Вот массив, который мы будем передавать в свойства. Ключами служат ID свойств и описание. Передадим массив R-пропертис в свойства iBlocks-prop. Сохраним. И давайте создадим еще два свойства. Эти свойства будут отвечать за габариты картинки, которые будут показываться. Это ширина картинки и высота картинки. Назовем его amg-width. Тип у нас будет стринг, строка. И значение по умолчанию. Для начала поставим 100. Такое же свойство высоты. Итак, теперь давайте в ланговых файлах переименуем фразы. Мы поменяли iBlock ID. Здесь используется iBlock, iBlock. Фраза нас устраивает. Давайте добавим iBlocks-prop. и мг-width и хейт. То же самое сделаем в директории n. Сохраняем. И давайте посмотрим в визуальном редакторе отображение добавленных свойств. Выберем инфоблок продукция. И мы видим все свойства, которые относятся к этому инфоблоку. Также у нас добавились ширина и высота изображения. И давайте установим здесь значение по умолчанию, соответствующее нашей верстке. Откроем верстку. Индексный файл. В данном случае высота и ширина здесь ограничиваются размерами 130 на 96. Давайте поставим такие параметры. Итак, сохраняем. Теперь все необходимые параметры для работы компонента у нас есть. Давайте перейдем к компоненту. Файл компонент.php. Здесь вначале реализуется обработка входящих параметров. Давайте разберемся с ней сначала. Здесь есть блок, в котором обрабатывается параметр, множественный параметр с ID инфоблоков. Мы используем один инфоблок, поэтому давайте удалим и заменим следующим преобразованием. Сделаем это для ID инфоблока и то же самое для ID свойства, по которому будем фильтровать элементы. Далее идет проверка на наличие массива с ID инфоблоков. Давайте ее заменим на наличие свойства ID инфоблока и ID свойства, по которым будем фильтровать. Будем проверять следующим способом. И дальше в условии идет подключение кэширования, которое зависит от групп пользователей. Далее идет код, который выполняет выборку элементов, в данном случае с использованием метода CI-блок элемент getList. Нам необходимо преобразовать массив R-фильтр в фильтр по выборке, таким образом, чтобы у нас выбирались те элементы инфоблока, у которых установлено свойства из настроек компонента, свойства iBlocksProb. Давайте для начала изменим массив R-select. Это те параметры, которые будут браться для элемента. Добавим здесь вывод свойства previewText, анонсового текста. Нам понадобится при выводе. Заменим previewPicture на previewText. Далее массив R-фильтр, он поступает в фильтр метода getList. Здесь используется фильтр по iBlockID. Заменим старые свойства iBlocks на iBlockID. Активность элемента, право доступа. И добавим здесь следующую проверку. Активность элемента, право доступа на iBlockID. Используем id-свойства. Здесь стоит пояснить. Проверка делается следующим образом. Фильтрация — то, что у нас есть свойства со следующим id, которое не равно false. Это значит, что мы будем выбирать все те элементы инфоблока, у которого свойство с этим id имеет какое-то значение, то есть оно не пустое. Далее в фильтр добавляются следующие переменные. id-раздела. И обратим внимание на массив R-sort. Вот сортировка. Здесь как раз реализуется логика случайного отбора с помощью ключа rent. Все массивы передаются в метод getList. с помощью метода setUrlTemplates обрабатываются шаблоны путей к детальной странице элемента. И непосредственно берется тот элемент, единственный, который дает нам выборка. Здесь идет проверка на картинку. Давайте здесь сделаем то же самое, что мы делали в списке новостей. Изменим размер изображения. Будем использовать параметры, которые мы добавили в файле Parameters. Сейчас воспользуемся методом изменения размера изображения. Это ResizeImageGet. Мы уже его использовали. Давайте скопируем пример. Он передает массив следующего вида. И сразу запишем результат его работы в R-result, например, в массив Picture. Сюда будем передавать детальную картинку. Detail Picture. В массиве габарит картинки нам необходимо использовать те параметры, которые мы установили в файле R-params. Давайте их установим. Это, соответственно, AMG Width и AMG Height. Используется пропорциональный ресейс изображения. И этот блок можно удалить. Далее идет метод SetResultCacheCase, который устанавливает ключи массива R-result, необходимые для использования в кэше. Мы оставим его пустым. И далее подключается непосредственно шаблон. Давайте перейдем к редактированию шаблона. Открываем встроенный шаблон template.php. И давайте изменим здесь параметры массива R-result. В частности, у нас здесь используется MassivePicture и ключ SRC. На метод resizeImageGet выдает массив с ключом в нижнем регистре. Давайте исправим это здесь тоже и сохраним. В данном случае мы будем иметь встроенный шаблон, который подходит для демонстрации работы функционала компонента. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Перейдем на тестовую страницу. В настройках компонента давайте выберем то свойство, по которому нам нужно отобрать. Например, новинка. Сохраним. И теперь в административном разделе давайте найдем те элементы инфоблока продукции, у которых есть данные свойства, свойства новинка. В данном случае мы видим два элемента. Запомним их название и посмотрим, какие элементы показываются на тестовой странице. Этот элемент содержит в себе привязку к этому свойству. Обновим. И этот элемент тоже содержит. В данном случае мы видим, что выбираются два элемента случайным образом. А теперь давайте скопируем шаблон, встроенный шаблон компонента в дефолтный шаблон сайта и изменим его под ту верстку, которая используется в шаблоне главной страницы. Перейдем в шаблон. Обратим внимание, что мы будем работать уже в namespaceе my-компонента дефолтного шаблона. Скопируем верстку из файла индекс. Итак, здесь мы видим три блока, которые содержат в себе разные классы, внутри которых есть тк-ш-3 с разными номинованиями. Нам в данном случае удобно скопировать вот этот блок, который не меняется. Давайте его скопируем и разместим в верстке. В данном случае используется изображение. Давайте сделаем проверку на наличие изображения, таким же образом, как сделано здесь. И если изображение есть, то выведем его. В валь вставим name, именование элемента. И здесь мы выведем анонсовый текст элемента. Это preview-text. Удалим предыдущую верстку, сохраним. Давайте посмотрим. Мы видим изображение и текст. Теперь давайте вставим код вызова компонентов в шаблон главной страницы. Переходим в шаблон. Ищем место, где нужно вызвать компонент. Вот эти три блока. И вместо этого кода мы вызываем компонент. Давайте его разместим в трех блоках. Сохраним. И теперь настроим в непосредственно главной странице. Итак, мы видим здесь три блока. Давайте для начала настроим те свойства, по которым нужно отбирать элементы. Первый блок — это у нас новинки. Соответственно, здесь вставим новинку. Второй блок — акции. И третий блок — это спецпредложения. Итак, мы видим здесь три компонента с соответствующими элементами. Давайте ограничим текст, так как анонсовый текст может быть очень длинный. Ограничим это в самом шаблоне. Перейдем в шаблон. Неймспейс MyComponents. И сделаем обрезание текста. Например, используя функцию substr. Оставим, скажем, 70 символов. И далее идет многоточие. Мы видим, текст обрезался. Обратим внимание в настройках компонента. Используется кэширование и стоит небольшое время. В данном случае это позволяет снизить нагрузку. И, тем не менее, мы можем видеть случайные товары с некоторой периодичностью. Подведем итоги. Этапы создания своих собственных компонентов. Во-первых, это создание собственного пространства имен для компонент, так как нельзя менять компоненты из namespace Bittrex и копировать туда собственные. Затем копирование типового компонента в namespace или создание. Заполнение файла описания. Это файл description.php. Или, если был скопирован типовой компонент, то изменение этого файла. Далее необходимо проанализировать, какие входящие параметры будут необходимы компоненту и вынести их в файл параметра с php. В самом компоненте необходимо обработать входящие параметры. Например, если используется числовой параметр, то воспользоваться приведением его с помощью функции intval. Реализовать непосредственно логику компонента и подключить шаблон, если он необходим. Если компоненты используют вывод динамической информации, то необходимо использовать кэширование, не забыть про функцию setResultCacheCase, что позволяет уменьшить размер файлов кэша. Для начинающих разработчиков рекомендуется использовать стандартные компоненты как пример, как устроены, какие функции вызываются и порядок действия с данными.